Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Авер Иорд, вы на канале Авер Гейминг, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Transport Fever 2. Как против прошлой серии, мы построили такое вот замечательное метро, в котором, собственно, я прямо сейчас и еду. Очень хорошо и красиво у нас получилось. Вот так, кстати. Так, это D4. Стоять, что появилось. Так, красота какая. Сейчас мы этим будем, собственно, заниматься. 96-й год наступил. Собственно, как я только что сказал, занимаюсь в прошлый раз метро. А также в прошлый раз я говорил, что мы закончим, да, всё-таки доставку, наконец-таки, нефти, а то-то она только сюда, по-моему, доставляется, да? Или она сюда так до сих пор и не доставляется. Ну ладно, сейчас мы это будем исправлять. Доставку нефти. Может быть, построим ещё в каком-то городе метро, но это очень вряд ли. Ну и займёмся, естественно, заменой некоторых R2 на D4. Или что там у нас добавить. Давайте как раз-таки сейчас и посмотрим. Так, становимся в депо. И смотрим. Электричество сюда. И что у нас тут добавилось? R2. А где ED? А ED вот они. Как-то они, в отличие от R2, никуда не запихнуты в один. Типа, тут есть одна R2, и можно выбрать любой вариант какой-нибудь тут. А есть они не раздельные, просто надо вот так вот выбирать. Ну ладно, собственно, у нас есть такие вот ED4. Думаю, что их добавлением мы сейчас и займёмся. Сейчас останавливаю время и заменяю некоторые R2 на ED4. Одна эти, кстати, какую-нибудь, которую я стопудово заменю. Хотя, наверное, всё-таки будут не украинские, так как в Украине у меня, конечно, ходят ED. Но очень мало. И здесь, тем более, украинской раскраски нету, так что мы заменим только некоторые русские. Собственно, RGD-шевские. Собственно, я заменяю и возвращаюсь. Итак, получается у нас теперь вот так вот. У нас есть одна R2. Два R2-R вроде бы это называется, да? Или R2-K. Ну, короче, круглокабинная, точнее, квадратнокабинная. Две. В одной раскраске тут вот на шесть вагонов, в другой раскраске на шесть вагонов. Одна R2 осталась на шесть вагонов. И, собственно, два ED4 на один из них на шесть вагонов, а второй на восемь. Собственно, перед нами сейчас стоит на восемь вагон, точнее, на четырех, на шесть. Блин, что-то я в числах путаюсь, а? Вот такой вот у нас есть на четыре, точнее, на шесть вагонов, конечно же, да. Вот такой вот ED4. Какой звук у него, послушайте. Ну, такой, не такой, как у R2, естественно, так как всё-таки это же ED, а не R. Ну что ж, вот теперь у нас некоторые вот такие поезда ходят вместо старых круглокабинников. Ну, собственно, вот, теперь такая вот тоже красота у нас здесь имеется. Заезжает на станцию Дубны. Точнее, ну, точнее, Донского. Вот так вот у нас пока что получается с ED-шечками. И можем, наверное, переходить к продолжению строительства этой вот нефтяной линии. Кто-то писал про, наверное, скорее всего, как я подумал про переименование порта, но это делал тогда без записи, переименование, и это не работало. Конечно, если ты про это говорил, то это не работало. Вот, создаём линию. По-моему, у нас корабельных линий вообще нету. Хотя нет, почти есть корабельная какая-то. Дубнопорт. Дубнопорт. Добавить станцию сюда. Не прокладывается. И почему же нам неинтересно... Ага, по-моему, я понял. Мост слишком низкий, что ли? Возможно, кстати, знаете что? Возможно. Вот эти вот мосты слишком низкие. Или вот... О, найдено, найдено. Всё, извиняюсь, я тупой. Вот почему оно всё никогда... Никак не могу проложиться. Сейчас исправим, собственно, этот... Мост. Я вернусь. Также, я думал, в этой серии вы увидите небольшую вставочку. Я не знаю, куда я ещё её вставлю. Но обязательно вставлю. Так как я хотел ещё в этой серии переименовать станции. Для, собственно, метро. Так как в прошлой серии по метро я забыл это сделать. Собственно, решил это сделать всё-таки в этой серии. А на следующую решил не переносить. Так как... Забыл в этой серии, как бы, это сделать. В общем, всё запутано. Что-то я как-то сказал. Не важно. Можете промотать это, если хотите. Самое главное, что у нас теперь... Эта станция метро называется аэропорт. Аэропорт. Отлично. Так. Санаверинск аэропорт. Отлично. Теперь дальше мы переносим станцию. Устанавливается ответвление в вокзальная. Вокзальная. Готово. Далее у нас на очереди вот эта вот станция. Вот эта и вот эта. Я, если честно, не знаю, как их назвать. Ну, даже не знаю. Наверное, вот эта у нас пусть будет как-то по стандарту. Проспект Победы. Проспект Победы. Думаю, что точно даже хорошо подходит это название. Но, собственно говоря, вы и так особо ничего мне в комментариях не пишите, что я прошу вас написать. Пока что под серией про метро в Радмире. Вы не написали, какая станция вам больше всего понравилась там. Думаю, что и про как назвать тут станции вы тоже не напишите. Но все равно вас попрошу это сделать. Ну да. И опять же я прошу вас назвать вот эти вот две станции. Вот Санверинск Трансфер и Санверинск Юг. Попрошу вас их назвать. И всем большое спасибо тем, кто их назвал. Собственно, выберу я только два названия. Если, конечно, будет хотя бы два или больше. Ну ладно, продолжайте смотреть ролик. Готово. Теперь вроде мост, по идее, должен был быть, должен будет приспособленным быть для доставки. Но почему-то все равно не прокладывается маршрут. Там значит чекнуть остальные мосты. Ну блин, думаю, что здесь должен пройти корабль. Не знаю, почему не может он пройти здесь. Здесь вот может что-то ему не... Но здесь, конечно, да, низковато на самом деле. Вот здесь низковато. Блин, конечно, это очень плохая, казалось, все-таки идея. Строить портовую доставку. Поэтому думаю, что пока что мы обойдемся, наверное, лучше без кораблей. Раз вот так вот у нас получается, что... Доставка невозможна. Потому что здесь слишком уж много переделывать. И как бы я боюсь, что там что-то запороть, как-то неправильно сюда что-то прицепить. Конечно, казалось бы, что здесь пороть. Но все здесь очень сложно. Здесь вот, например, если этот мост увеличивать, то здесь надо отдалять переезд, тут перестраивать. Здесь вот какую-то в другую сторону везти. Короче, это будет очень-очень сложно и долго. Поэтому думаю, что лучше пока что без кораблей. Если что, то когда-нибудь я этим займусь. А пока что нужно придумать какой-то другой способ доставки этого всего дела. Значит, вот эта вот штука нам не нужна. Это вот мы ломаем. Ставим, например, вот здесь вот где-нибудь на эту стоянку для грузовиков. Вот сюда, думаю, очень хорошо подойдет. Чтобы... Хотя, не, знаете чё? Надо куда-нибудь придумать, куда они это будут везти. Например, знаете чё? Может, вот сюда вот они будут это везти. А потом Мрия будет доставлять нефть сюда. Думаю, очень даже хороший план. Раш, как бы, зачем ей доставлять то, что и так доставляется в Санаверинск. Если она может заниматься чем-то другим, более полезным. Поэтому убираем это. Начинаем строительство новой дороги. Поэтому убираем вот это, это и делаем вот сюда дорогу. Мосты делать уже слишком высокими не обязательно. Но все равно на всякий случай, вдруг когда-нибудь я все-таки захочу сделать корабли. Здесь такой перекресток у нас будет, здесь железной дорогой все хорошо. А то бывают слишком какие-то неправильные резкие бугорки появляются. Думаю, те, кто играл, знают, что это такое. Так, подождите, зачем я введу эту дорогу? Если она вот по факту не нужна. Что я делаю? Это можем снести. И, собственно, сюда здесь это не будет поворачивать. И ввести все это сюда. Давайте лучше поставим, наверное, поближе все-таки к порту. Стоянку для грузовиков. Например, куда-нибудь вот сюда. И сделаем ее только лишь односторонней. Вот таким вот образом влезешь. Так, а с этой стороной? Этой стороной, по-моему, еще хуже. Так, может быть... Не, не хочет влезать. Что же делать такого, чтобы было поудобнее, покрасивее? Ага. Не хочет сюда вставляться что-то. А может, если я поставлю дорогу, например, вот отсюда, вот сюда приведу? Ага, она в принципе не хочет прокладываться. Почему? Если вот так как-нибудь... Нет? Ага, вот так, отлично. А теперь сюда вот мы можем... Можем поставить вот эту? Да, можем. Только вот так сделаем лучше, чтобы было поровнее. Отлично. А теперь вот тут выбираем маршрут. Линия 119. Не знаю, почему она, кстати, забагованная. Почему она не моя. Она вроде бы... Все метро нормально там ездит. Но почему-то показывает ошибку. Ну ладно, это не важно. Собственно, вот 118-я линия. Управление линией. Вот сюда, сюда. Третью станцию мы убираем. Добавить станцию. И вот сюда. Отлично. И теперь эта ошибка больше не выстачивается. Эта линия нам в принципе больше не нужна. Линия 117. Управление линией. И убираем ее. Корабельная линия 120. Это вообще где она? Что это такое? Зачем она? У нее даже станции нет. Можем ее, значит, тоже убрать. Собственно, как и 121. Они нам не требуют. 119-я, не пойми почему, выдает ошибку. Может, если поезд полностью проедет по этому кругу, то эта ошибка исчезнет. У меня один раз так сработало, но не с метро. Это я просто запускал поезда. Что ж, теперь... Теперь надо еще Мрию перенаправить вот сюда. А для этого нужно здесь построить аэропорт. Убираем самолеты. И строим аэропорт. Надо побольше аэропорт построить, естественно. Так как все-таки это Мрия. Самый большой самолет в мире. Так, а теперь шифтиком выравниваем этот аэропорт. Вот сюда красивенько, чтобы он встал. Отлично, вообще идеально. Вот сюда можно даже еще больше подвинуть вообще, как бы, это самое... Блин, забыл, как называется игра. Как можно было эту игру забыть? Думаю, что вы поняли, про какую игру я говорю. Это не важно. Итак, управление так линией. Управление линий. Так, где первое убираем. Добавить станцию. И вот сюда. Так, отлично. Вроде бы должна была проложиться. Итак, ошибок по этой линии нету. Нету, значит, все будет теперь идеально доставляться. Линия 111, камернадский, транспортная. Так, ладно, давайте тогда переименуем Камельск-Уральский. Еще раз. Сюда передвигаем и убираем. Ну, получается, это у нас ГРУС АЕРОПОРТ. АЕРОПОРТ. Отлично. Автобусно-трамвайная станция. Так, Камельск-Уральский груза, аэропорт. Так, сюда я нажимаю, пишется. Ага, Камельск-Уральский. Сюда тоже надо, значит, смотреть. Выбираем это. Вот мы копируем. Ctrl-C. И нажимаем вот сюда. Переименовать. И выделяем, надеюсь, все. И вставляем Ctrl-V. Отлично. Теперь здесь точно будет все работать. И дополнительно доставляются у нас нефть. С этим мы разобрались. Почему я такой тупой и сразу же не догадался, что мосты слишком низкие. Так бы, конечно, наверное, очень еще. Если бы это так рано не понял. Теперь закончу мысль. Я бы очень долго еще с этим мучился. И непонятно, почему здесь образовалась вот эта дебильная стойка. Сейчас мы это исправим, так как это не по РП как-то получается. Хотя, блин, это будет сложно. Так, это... Хотя, что тут сложного? Надо, наверное, вот это вот тоже убрать. Так, и вот здесь вот нужно поставить нам мосты. Так, вот эта вот наша дорога нужна. Только мы поставим мосты, которые будут ставиться... Так, подождите, пока что все нормально идет. Ладно. Если так будет и дальше, то будет вообще отлично. О, красота! Все. Отлично. С этим мы... Точнее, эту вот нон-РПшность мы тоже исправили. Как-то я переиграл в Радмир. Нон-РП, вот это все говорю. Так, тут вот надо бы, наверное, повыравнивать это все дело, чтобы было покрасивее. Как-то мы сегодня карты довольно много занимаемся. Исправлением каких-то ошибок. Наверное, на превью я поставлю ЭД-4. Ну, блин, зачем вам это знать, что я поставлю на превью? Вы и так это уже знаете давно-давно. Как только начали смотреть эту серию. Летит у нас аэрофлотовский, еще СССРовский Ту-154. Не пойми, почему они, кстати, до сих пор СССРовские тут летают и не добавились современные аэрофлотовские. Ну, ладно, это не важно, потом когда-нибудь добавится. Так, мне, блин, мне показалось, что это один такой длинный поезд у меня почему-то, а не два разных. Лично было бы смешно, если бы они оказались действительно таким длинным. И, собственно, все, наверное, на этом в этой серии. Так как, хотя... Не, не будем строить сегодня еще метро дополнительно. Этим мы займемся, думаю, в следующей серии. Собственно, наверное, на этом мы будем на сегодня заканчивать. Где тут у нас ЭД? Вот тут он. Отлично, найдено. Вот так делаем. Собственно, на этом мы с вами будем на сегодня заканчивать. Такая вот коротенькая получилась серия. Ну, а всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Но всем вам я желаю удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok